Ольга Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, назначили вас советником губернатора с такой формировкой по развитию коневодства и конного спорта. Скажите, как узнали об этом назначении и поставили ли какие-то задачи? Когда это произошло и состоялся ли разговор с губернатором? Прежде чем назначили, конечно, состоялся разговор до назначения. Для меня это было, конечно, неожиданно, стать советником губернатора. Но я немного подумала, потом посоветовала с друзьями, со своими конниками. И они меня убедили, что должно все получиться, потому что, во-первых, я это все знаю с детства. Во-вторых, у меня очень много и папины ученики, и знакомых, друзей, конники, которые в любое время могут мне помочь, подсказать где-то как-то. Я думаю, что получится. Ольга Владимировна, ну вот вы уже затронули, что вы не профессионал, у вас нет профессионального какого-то образования, но с детства знакомые, что называется, выросли вместе с лошадьми, с конями вокруг них. И вас называют дочерью короля русской тройки. Вот что это такое для наших зрителей? Расскажите, пожалуйста, как выросли и почему именно так зовут? Да, выросла я на конюшне. С одного года я была на конюшне, мне был годик, потому что у нас бабушки у меня не было, садика не было, я всегда была с папой на конюшне. Он работал лошадей, я с ним каталась. И потихоньку, помаленьку я верхом ездила, маленькую же меня папу сажал, мне это очень нравилось. А по поводу того, что папа король русской тройки, да, когда-то в 54-м году, 1 августа 54-го года должна была открыться всесоюзная сельсхозяйственная выставка. После войны, после восстановления этой выставки, и ее было решено открыть тройками. Лошадей. А как оказалось, троек-то нигде не осталось. И вот с 53-го года папа стал заниматься как бы восстановлением русских троек. Луга Галина, какие проблемы сейчас основные вы бы выделили в коневодстве и в конном спорте, то есть в той сфере, которой вам предстоит заниматься? Ну, во-первых, наверное, надо Владимирского тяжеловоза, так скажем, восстановить в тех рамках, в тех объемах, в которых он должен быть. Чтобы вот на базе Владимирской госконюшни мы бы увидели настоящего Владимирского тяжеловоза, потому что Владимирский тяжеловоз – это бренд Владимирской области, должно быть такое. Но для того, чтобы, так скажем, тяжеловозы будут, значит, надо их испытания проводить. Для того, чтобы испытания, надо, чтобы была, так скажем, дорожка, чтобы был ипподром, чтобы где-то это работало. И, конечно, главное построить конюшню, чтобы она была, ну, это на мой взгляд, я считаю, что это должно быть коневодство. Я, вот, я, конечно, не знаю, но я так предполагаю, как я думаю, что надо собрать, чтобы и коневоды, сельское хозяйство, туристический, так скажем, бизнес, спорт, все собрались вместе и порешали, что лучше, как лучше сделать. Я так думаю, что здесь должна быть конюшня, должен быть ипподром, должен быть обязательно, наверное, музей, в котором надо показать историю развития конюшни, историю развития именно Владимирского тяжеловоза, историю развития тройки. Потом, я считаю, что, вот, например, семья приехала, чтобы ребятишки были, чтобы они посмотрели, как с лошадьми ухаживают. А если они, например, захотят поухаживать сами, то должна быть мини-гостиница или что-то, чтобы они так пожили с родителями. И, значит, ребятишек утром привели, когда часов в шесть встали, чтобы они вот пришли, поухаживали, там убрали за ним. По поводу госканюшни, вы начали говорить, что это должно быть пока в проекте. И есть ли какие-то деньги, то есть какое-то финансирование на это уже выделено? Да, это финансирование есть, значит, будет строиться новая постройка, то есть новая конюшня. 48 миллионов стоит весь проект. В этом году будет 17 миллионов освоено, на следующий год все остальные. То есть это огромная поддержка. Без этой поддержки разве что-то получилось бы? Я думаю, что самое главное – заразить людей, чтобы, ну да, люди стали помогать, чтобы это у нас было. Я все-таки надеюсь, что у нас получится. Ольга Владимировна, я желаю вам искренне, чтобы у вас все получилось на этом новом посту. Успехов вам! И гостем шестого канала была Ольга Владимировна Фомина, советник губернатора по развитию коневодства и конного спорта. Спасибо, Ольга Владимировна.